Ну, на этой неделе у нас было несколько радостных событий. Мы с Наташей съездили на БХТВ, на болгарско-христианское телевидение. И купили для нашей церкви новую вторую камеру профессиональную. Давайте прославим Бога. Правда, сейчас думаем, куда ее установить. Потому что зал маленький, надо его расширять. А как раз Благовест Белев, в котором мы ездили, он является архитектором. И он сказал, что приедет к нам и поможет в планировке здания. Потому что лично мне понравилось, какое здание он построил. Он сэкономил пространство. И построил церковь как в виде амфитеатра. И у него в зале может свободно поместиться более двухсот человек. И сидят они вот так вот, снизу наверх. И мне эта идея понравилась. Потому что мы это пространство тоже хотим сэкономить. И поэтому Благовест нам в этом поможет. И Благовест от БХТВ подарил нам очень много мяса. Настолько много, что мы, наверное, несколько месяцев можем кормить беженцев. Себя хранить. Церковь нашу. Мясо такое. Прошута. Такого холодного копчения. Не знаю, как сказать. Хладного. Да. Хладного пушину. Ну, то есть оно может долго храниться. Мы забили холодильники. И на тыпках мехладилницей. Вот. Поэтому сегодня у нас опять будет хороший стол. И за то, а не спак, ще хубаво хапнем с мясо. И сегодня я тоже буду проповедовать о мясе. И ще проповедуем за мясо. Буду давать мясо. Ще видам вам мясо. Ну, такую твердую пищу. Тверда храна. Вам хочется мясо сегодня? Искали ли вы себе да едете мясо? Кто-то соскучился по мясу. На някому липс в мясо. Давайте мы похлопаем экипу болгарско-христианского телевидения. И нека аплодируем на экипа на българската телевизия. Благовест Катя. Мы вас очень любим. Благовест Катя. Мы много ви обичаме. И мы благодарны вашему экипу. И сме благодарны на вашу экипу. За эту мощную поддержку. За мощную поддержку. Что наше служение транслируется. Что наша служба се транслира. По всей территории бывшего Советского Союза. По целой территории на бывший Советский Союз. Более 1 миллиарда зрителей. Кто-то слушает нас. И някой не слушает. Большинство не смотрит. Но кто услышит. Я верю в то, что что-то да получит. Я верю в то, что мясо получит. Самую соль. Потому что Иисус Христос называет нас солью этой земли. И светом этого мира. Спасибо большое. Благовест Благовест. Благовест Екатерина. Спасибо Кате. У Ваши красивая внучка родилась. Роди Ви Сихубова внучка. Мы тоже Вас с этим поздравляем. И Ви поздравляем из Това. Большое спасибо. Пусть Бог Вас благословит и воздаст Вам. И Господь Ви благослови. И воздаде. Так. Ну я перехожу. К слову Господню. Кам Божию эту слову. Давайте мы коротко помолимся. Давайте мы склоним наши сердца. Господь. Господи. Ты дал нам слово свое. Ты послал нам Духа Святого. Который пришел к нам. Для того, чтобы напомнить нам. За да не научи. Наставить нас. И утвердить нас на всякой истине. И не утверди на всякой истине. Которой Ты когда-то говорил 2000 лет тому назад. Ты это сказал. Ты так научил своих людей. И так Аси научил свой тихора. И Ты так и исполнил. И в этом есть полнота. И в Твоема полнота. Полнота Твоей шихины. Полнота Твоя шихина. мы тебя за это благодарим за то, что через тебя мы получили доступ во святая святых всемогущему Богу. Ты есть дверь. Ты есть путь. Иисус, ты есть жизнь. Ты есть наша дорога. И ты есть единственная истина, которая была доказана лично тобой, тем, что ты сделал на Голготском кресте. Ты не только учил, что нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ты так сделал. Ты не пожалел своей души и отдал свою жизнь за каждого из нас. Даже тогда, когда мы не были достойны, праведный умер за неправедность. Абсолютно свят умер за нечестивых. И ты доказал этим свою любовь. И мы тебя за это благодарим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И если согласны, скажите Аминь. Тема моей сегодняшней проповеди и темата на мою проповеду днес кто для тебя Христос? Кой за тебя Христос? Знаете, я напомню, о чем я говорил в прошлый раз. И аз ще напомню за това, което говорих миналия път. Коротко. Накратко. Миналия път я проповедовал о святости. Не о религиозной святости. Которая на делах основана. А святости, което основана на вере в Иисус Христа. И мы размышляли, в чем сила, брат? Как научиться сохранять эту силу? Силу Святого Духа. Силу Всемогущего Бога. Силу, которая пролилась на нас 2000 лет тому назад. Ее можно научиться аккумулировать. Когда мы научимся жить в Божия полноте. В Его неприступном свете. Знаете, Бог пребывает в неприступном свете. И мы тоже призваны пребывать в Его неприступном свете. Хорошо, один святой сказал. На горячую печь не сядет муха. Когда ты горишь в Иисус Христос. Когда ты горишь в огне Святого Духа. Грех, он до тебя даже не долетает. Он просто сгорает в этом огне. Скажи на это Аминь. Вы знаете, вот я приводил такую картину из пророка Исаии. Шестая глава. Где пророк Исаия увидел такую невероятную картину. Вот Серафимы стоят, непрестанно славят Бога. И воскликват. День и ночь. На протяжении веков. Восклицает только одно. Свят, свят, свят Господь Саваот. Мы размышляли о том, что самое главное качество Бога. Это что? Это Его святость. Для Него чуждо понятие греха. И вы знаете, вот Серафимы летают на своих двух крылах. Серафимы – это самое высшее звание в небесном воинстве. Выше уже нет. Серафимы, потом идут Херувимы. Потом идут Архангелы. Потом идут Ангелы. А вот где мы вот в этой картине? Где христиане? Вот мы находимся вот в этой картине. Мы находимся в Боге. И Серафимы, в том числе и на нас не смеют смотреть. Не смеют да не гледат. Вот ты в это веришь? Вярваш ли в това? Вот тебе в это важно поверить. Важно и да повервате в това. Потому что поверь в ваши. За что-то по вашей вере. Если ты веришь, что ты в этой иерархии стоишь ниже ангелов. Кто-то так считает. Весь религиозный мир так считает. Мы самые низшие существа. Ангелы, конечно же, выше нас. И мы будем молиться этим ангелам. И мы будем поклоняться этим ангелам. Вот это абсолютная ересь. Которая абсолютно не соответствует Священному Писанию. Написано, что ангелы Господни даже не смеют проникнуть. Вы слышите? Не смеют даже проникнуть. Туда, во Святая Святых Бога. Там, во Святая Святых на Господа. Им туда. За тях там. Доступа нет. Няма доступ. Они всего лишь суть служебные духи. Те са само служебни духове. А нам туда вход открыт. Пак ние имаме вход за там. Именно ради нас и для нас умер Иисус Христос. И то, что за това е умолял Иисус Христос. Когда Он умер, завеса в храме разорвалась. Кто ее разорвал, эту завесу? И кто ее разорвал? Сам Бог ее разорвал сверху донизу. Для чего? Для чего Бог разорвал завесу? За какого я рассказала? Для того, чтобы человечество Через веру в Иисус Христа Получило доступ Туда, Куда никто до этого не смел заходить. Первый священник Единожды раз в году Смел зайти за весь народ Смел да влезет там за целый народ С пролитием крови, Жертвенной крови Агнц Через проливание на кровь И то Очень часто Этого первого священника За специальную веревку Вытягивали оттуда Каким? Мертвым Почему? За что? Потому что если Бог находил в нем хотя бы один грех За что то, ако Господь намирал в него Само един грех Этот первый священник умирал Просто падал мертвым Просто падал мертвым там Посмотрите какая слава Видите каква слава А Библия про нас говорит Будьте святы Потому что Бог свят Потому что Господь е свят И без святости Без святости Скажи без святости Никто не увидит Господа Никой няма да види Господа И мы святы Потому что Иисус Христос омыл нас За что то Господь не умил Своей святой Драгоценной И непорочной крови И непорочной крови И Библия называет нас святыми И Библия это не наличие святий Если вы откроете любое послание апостола Павла И вы увидите одну простую истину Видим что видим одна лестная истина Все свои послания апостол Павел начинает как? Он обращается к христианам Святые Взятые в удел Аминь или не аминь Все Абсолютно все послания апостола Павла Абсолютно все эти послания на апостол Павел Даже послания к Коринфянам Даже послания к Амкуринтини Хотя в Коринфянской церкви было очень много греха Вопреки чего в тазе церкви им было много греха Он все равно называет их святыми По вере в Иисус Христа И мы пришли в прошлой проповеди к тому И миналата проповедь стигнахме до това Чтобы сохранить свою святость и праведность Че за да пазим свою святость и праведность Нам очень важно Постоянно смотреть И стараться не отводить свое взгляд И да се стараем да не махаме погляда си От нашего Господа Иисус Христа В этом святость Не пытаться сохранить свою праведность За счет того, что ты чего-то плохого не делаешь Мы пришли к выводу о том, что Новый Завет говорит да Он не ставит акцент Не убивай, не прелюбодействуй Апостол Павел пишет, что если ты любишь Ты уже исполнил весь закон Так написано Если ты любишь Бога всем сердцем Слово ближнего, как самого себя Ты исполнил весь закон Но любишь не только на словах, конечно А на деле На том, что ты что-то делаешь Что-то исполняешь Благословляешь проклинающих тебя Молишься за обижающих тебя Любишь ненавидящих тебя Благотворишь и делаешь очень много доброго Тем, кто тебя всячески гонит И ненавидит за имя Иисуса Христа То есть, проявляешь характер Иисуса Проявляешь характер на Иисус Это желание, это воля Иисуса наша И твоя воля, это и желание, это на Иисус Давайте мы сегодня пойдем дальше И некоторые гнем напред Давайте мы откроем Евангелие от Матфея Евангелие Маттеи 16 глава С 13 стиха Про Иисуса Христа написано Придя же в страны Кесарии Филипповой Иисус спрашивал учеников своих За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого Они сказали Одни за Яна Крестителя Другие за Илю А иные за Иеремию Или за одного из пророков А Он говорит им А вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал Ты Христос, Сын Бога Живого Тогда Иисус сказал ему в ответ Блажен ты, Симон, Сын Ионин Потому что не плоти и кровь Открыли тебе это Но Отец Мой, сущий на небесах И я говорю тебе, ты Петр И несем камни Петр в переводе с греческого языка Камень Несем камни Я создам церковь мою И врата ада не одолеют ее И дам тебе ключи Царства Небесного И что свяжешься на земле То будет связан на небесах И что разрешишься на земле То будет разрешено на небесах Тогда Иисус запретил ученикам Своим Чтобы никому не сказывали Что Он есть Иисус Христос Почему запретил? За что за ворнява? Потому что Христос За что ты Христос? Понятие Христос Это помазанник Понятие Христос Значит помазанник Тот, кто помазан Тот, кто помазан Иисус в переводе Означает спаситель То есть буквально Помазанный спаситель Тот, кто помазан Богом Петр получает откровение От небесного Отца А то, что Иисус Есть Сын Бога Живого Вы знаете, кого Бог может родить? Вы знаете, почему Иисус Христос Назван единородным Сыном Божьим? Единородный означает Что единственно рожденный Подобным образом Единственно рожденный От Бога Кого Бог может родить? Аминь Бог может родить только Бога И это написано очень прекрасно Мы знаем Евангелие от Иоанна В первой главе Где написано В начале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Вот это слово было Бог Оно было в начале у Бога И все что начало быть Через слово начало быть Аминь И вы знаете Чуть чуть ниже в 14 стихе написано И слово стало плоть И обитало среди нас Полная благодать и истина И мы видели славу его Единородный сын Единородный сын Сущий написано Сущий это кто? Сущий это Егова Иисус Христос это Егова Он вечно существует В недре Отца Своего И в определенный момент Это слово стало плотью Родилось через непорочную Деву Марию И пришло к нам И идва при нас Под вид на человек Бог стал человеком Господь става человек Для того чтобы человеки Через него Стали частью Бога Удивительная истина Правда? И вот этот единородный сын И тоже единородный сын Когда Петр сказал Вот эту фразу Я могу так сказать Что для всех остальных евреев Которые бы услышали эту фразу Это было бы абсолютно ересь Потому что как Бог Может родить другого Бога? Как Бог может родить друг Бог? Представление евреев Есть первая заповедь Която звучит Шмай Израел Адунай елаехум Адунай ехат Слушай Израэль Господь Бог наш Есть Бог единый И нет другого Бога Бог есть только один И тут друг Бог Бог рождает другого Бога Был один Бог И стало два Евреи в это никогда не поверят Сразу предали бы анафеме И сразу бы просто Предали смерти всех учеников И бы предали Всички ученицы на смерть Поэтому Иисус Христос запрещает Никому не говорить Пусть это будет сокрыто до времени Я не буду сегодня касаться Три единства Это очень глубокая тема Това е много глубокая тема Но как-нибудь мы об этом тоже поговорим Поразрушляем Но скажу только коротко Что Бог на самом деле не делим И в 17 главе Евангелия от Иоанна Которая получила название Первосвященническая молитва Мы можем прочитать Послание Иисус Христа Где Иисус Христос говорит Я и Отец Суть одно Аз и Отец Как я в Отце Аз съм в Отца Так и Отец во мне И мы суть едины И не всъщност сме едно Отца Иисус Христа Отца и Иисуса Христа Разделить невозможно Они абсолютно едины Абсолютно вечны И те са абсолютно вечны Что Бог Отец вечный Что Иисус Христос Слово Божие Тоже не имеет ни начала Ни конца И Дух Святой Который также назван Духом Божиим Или Духом Христовым Или Духом Святым Он не имеет ни начала И конца у Него тоже нет И не имеет край Суть три ипостаси Которые абсолютно вечны С которых все начинается И которыми все заканчивается Бог может разрушить Весь этот свет Вселенную И создать новую Аминь Это так И вот здесь интересно Католическая церковь Это я не в осуждении Это просто констатация фактов Учение католической церкви Построено на том Что церковь построена на Петре На человеке И что у Петра И посередине находятся ключи Ада и смерти В евангельских церквях И в евангельских церквях Ну мы не поддержим это учение Ни не подкрепим Того учения Наше учение построено на том Что Иисус Христос Здесь Че Иисус Христос Здесь Вот в этом месте Писание Конкретно говорит о том Что сделал Петр Он получил откровение Ему было открыто И вот это Знаете Это то о чем в других местах Иисус Христос говорит Ну что Кто-то строит свой дом на песке А кто-то копает 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 Пока не докопается до скалы До твердого камня И не построит свой дом на камне Вот копать И докопаться до камня Это значит Копать Писание до тех пор Пока ты не получишь Личного откровения Личного откровения Личного откровения Не через кого-то Не через пастора Не через проповедника Не через проповедника А лично Но чаще всего это бывает В церкви Когда мы собираемся вместе И когда мы вместе размышляем Почему? Потому что Иисус Христос Так обещал Он так построил Он сказал как Там где соберутся двое или трое Во имя Мое Во имя Иисуса Христа Там я уже посреди вас И Иисус Христос Он начинает открывать Иисус Христос Не на один человек А как минимум двум Аминь Аминь Ну вот так вот написано Слава нашему Богу И вы знаете Почему вот Двум и трем Открывает Иисус Христос Потому что Иисус Христос Любит объединять И в той же 17 главе От Иоанна Написано Желание Иисус Христа И я хочу Говорит Иисус Христос Чтобы и вы Были в нас Едины 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 с Отцом Едины во Христе Иисусе Имели один дух Одно сердце Одну веру Одно крещение Аминь Так тоже написано Это желание Иисуса Христа Поэтому через Иисуса Христа Мы имеем Свободный вход Свободный доступ Во святая святых И Бог конечно Очень не хочет Чтобы мы оттуда Даже выходили Бог хочет Чтобы мы туда вошли Духом имеется ввиду И там духом остались Наше жительство На небесах Мы только по земле Ходим своими ногами В это временное храмение Как Петр писал А наши сердца Призваны Так Прибывать на небесах Да благословит нас Господь И как Господь не благослови Я продолжаю Иисус Христос Неспроста спрашивает нас сегодня А кто я для вас сегодня Это очень важный вопрос Това е много важный вопрос Почему важный Защо Потому что То Кем является для тебя Иисус Христос Защото този Който се явява за теб Иисус Христос Определяй сегодня твою веру Това определя вярата ти В каком ты состоянии Качестве Стоишь перед Ним Заставаш пред Него Вот вы сегодня спросите у себя А кто для меня Христос Все питай Кое за мене Иисус Христос Кто он для меня Кто мне Брат Отец Родной царь Царь И вы знаете Это серьезный вопрос Потому что Для кого-то и сегодня Иисус Христос Это просто легенда Миф То есть Миф Это говорит о том Что Иисус Христос Это всего лишь Выдуманный персонаж Которого на самом деле Никогда не было на земле Вот нас Когда-то в атеистической стране Этому учили Я учился в мединституте И мы проходили Религиоведение И нам преподносили Иисус Христа Как легенду Как и многие другие легенды И вот есть такая легенда Вы знаете Вот на сегодняшний день В прошлый раз я говорил Что по статистическим данным Уже число людей на земле Перевалило через Именно ли в подказах Чипо статистичные данные На тази земля Вечи Моповичи От 8 миллиардов человек Более 2 миллиардов На земле 2 миллиарда Считают себя христианами Сосмят от захристиан Вот Евангелистов Более 1 миллиарда Католиков Более 1 миллиарда Православные Чуть больше 200 миллионов Православные Соповичи От 200 миллионов Нас евангелистов И католиков Нас протестантите И католиците Примерно одинаково С они Смеп поравну Более миллиарда Повичи от миллиард Ну знаете Я был удивлен тому И бях учуден на тва Что даже среди христиан Че даже среди христиан Многие христиан Так называемые христиане Считают Иисус Христа легендой Иисус Христос за легендой Он для них просто Интересная личность Красивая сказка Красивая приказка В которую интересно читать Ну вот спасет ли Вот такая вера Человека Ну Иисус Христос Это легенда Иисус Христос Это легенда Вы знаете Вот Писание Оно разграничивается Я это не придумал Делает четкую классификацию И это написано В первом послании Коринфянам В третьей главе Апостол Павел пишет Я не буду это место Сейчас открывать Можете сами Открыть Но я думаю Что многие из вас Это место знают И он пишет так Что я не мог Разговаривать с вами Как с духовными Но как с плотскими Потому что Если есть между вами Разногласия Или споры То разве вы не плотские Но Вот эта классификация Апостола Павла Она говорит о том Что есть плотские христиане И есть духовные христиане И есть душевные люди которые могут даже читать Библию. Ну, как знания. Как и все другие книги. Для того, чтобы просто поинтересоваться. Ну, мы все так начинали. Дай Бог, что, если этот человек родится. Но про душевного человека написано так. Это в послании Юда. Душевные. Не имеющие духа. Понимаете, да? Душевный человек имеет душу. И опять же, вы знаете, Писание говорит очень довольно Петр. Говорит довольно... Он такой был суровый человек. Рыбак. Он сравнивал людей, которые не имеют духа. С животными. Собака тоже имеет душу. И он пишет о том, что... Собака идет лизать свою блевотину. Очень жестко написано так. И свинья идет валяться в своей грязи. И не мечите бисер перед свиньями. И да не распрыскиваем бисер под свиньями. То есть, для душевного человека Евангелие... И за душевнее человека Евангелие это... Драгоценные жемчужины, да? С капуценная перла. Это просто есть юродство. И безумие какое-то. Твоя просто безумие из-за тех. Это просто какой-то мусор. Твоя просто некаков... И верить в Иисус Христа могут только отбросы общества. У большинства людей складываются верующих такое мнение. Это какие-то убогие люди. Твоя просто са некакви странни хора. Как правило, бедные. Най-често бедные. Сереньки, как мыши. Сиви, като мишки. Несчастни. Нештастни. Неудачники. То, о чем Иордан Балабанов рассказывал, да? О том, что мы не верим в такого Христа. И Иордан Балабанов и това също казваше, че мы не верим в таков Христа. Христиане это другие люди, абсолютно. Христианите са различни хора. Ну, я сейчас о душевных. И сега ще говорим за душевните. Которые только идут ко Христу. Христиане делятся на плотских и духовных. И вот кто такие плотские? Плотские христиане, они живут по плоти. Они водятся плотью. Что хочет моя плотяшка? Утром проснулся. Че я хочу? Кушать. Кушать хочу. А что хочу? Вот это хочу, вот это не хочу. Немножко еще полежу. Немножко посижу. Че си посидю. Че си исправю. И вот так вот мы ориентируемся на свою плоть. Как бы говорим. Что в нашей жизни главенствует? Какой глава на наше живот. Вот это удобно, вот это неудобно. Твами удобно, твами неудобно. Апостол Павел написал про вдовиц. Апостол Павел пишет про истинных вдовиц и неистинных. И он пишет о том, что сластолюбивая заживо умерла. В более подробном в современном переводе. И в постсовременном переводе пишет. Сластолюбивая перевели как женщина любящая комфорт. сластолюбивая приведена к эту жена убить, что комфорта. Ради комфорта готовая на все. Готовая оставить Христа. Оставить церковь. Ну, просто бросить учение Иисуса Христа. Потому что это надо куда-то идти, это надо от чего-то отказываться. Такое явление, как конформизм. Мне так удобно. Мне так хорошо. И именно плоские, и это в нескольких посланиях написано, имеют постоянные споры. Кто выше, кто больше, кто сильнее. И постоянные ссоры, какие-то негодования, какие-то деления. Вот именно такие плоские, именно гордыни. Иуда. Послание Иуды, первая глава. Послание Иуда, первая глава. Давайте мы прочтем это. Послание Иуды. Одна единственная глава здесь. 16-й, 19-й стих. 19-й стих. Так, 19-й стих. И послание Иуды, первая глава, 19-й стих. Иуда, первая глава, 19-й стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. 18-й стих. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Еще у Якова написано о том, что просите и не получаете. Потому что просите для вожделения ваших, воюющих в членах ваших. Които се борят в членовете ви. То есть, почему Бог не отвечает? То есть, защо Господь не ни отговаря? Потому что человек ставит Богоусловие. Защото человек поставил условия на Господа. Бог, вот дай мне. Господи, дай ми. И я вот сделаю тото и тото. И я ще направя това. А если ты мне не дашь, то я и не буду делать. Аз няма да го правя. Не буду даже в церковь ходить. Няма даже да ходя на церковь. Потому что ты мне не дал. Защото ти не си ми дал. Это такое детское состояние. Маленький ребенок. Вот хочу в магазин пришел, упал на пол и истерику закатил. Хочу вот эту игрушку. Если мама не купит, он будет лежать на полу холодном и будет биться головой о полном. Пока мама не купит. Я хочу сказать, мудрая мама не купит. Глупая купит. Глупого тоже купит. Если она захочет, чтобы эти истерики продолжались и усиливались. А мудрая просто уйдет. Потому что истерика очень быстро заканчивается, когда ребенок остается один на один. Давайте мы пойдем дальше. Кто такие духовные? Я вот сегодня хотел прямо прочитать. Потому что это реально чудо. Это написано в Псалтире. Псалтир. Пятнадцатая глава. Пятнадцатый Псалтирь. Пятнадцатый Псалом. Псалом. Пятнадцатый Псалом. Наверное, в Болгарской Библии. Или шестнадцатый. Или четырнадцатый. Шестнадцатый. Начинается так. Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой. Смотрите, это Давид пишет за тысячи лет до Рождества Христова. За тысячи лет до Рождества Христова. Он пишет так, как будто бы он знает Христа лично. Ты Господь мой. Благо мои тебе не нужны. Наши сокровища Богу не нужны. Зачем они? К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое. Вы слышите, Давид искал святых людей. К дивным. Тех, которые сопровождают чудеса, знамения. Пусть умножатся скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Вот. Есть люди, которые поклоняются. Только чужим Богам. Которые суть идолы. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну именных устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятное для меня. Царя Давида было огромное наследие. Завоевание. Золото было столько. Что его невозможно было сосчитать. Такое наследие он оставил для своего сына царя Соломона. Толку во Гулям он наследие уставил за сеноси Соломона. Который потом из этого золота начал строить храм. Какой-то след твой от вас золота за почву допуструя его храмовый. Благослови Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. И смотрите, что Давид пишет. Какого пишет Давид? Всегда видел я пред Собою Господа, ибо Он одеснуй меня. То есть, Он в другом месте написал, но держит меня за правую руку мою. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится. В чем успокоится плоть? Здесь написано, в уповании. В уповании на Христа. Вы знаете, важно, чтобы твоя плоть успокаивалась в уповании нашего Господа Иисуса, когда ты двигаешься в духе. Чтобы твоя плоть не успокаивалась от того, что она там наелась много, или напилась. Или одетая такая, хорошо. Очень важно на этой земле не зависеть ни от чего, а только от Господа. Тогда ты свободен. Вот это удивительная истина. Там, где Дух Господень, там всегда свободен. Иисус лично меня освободил. Знаете, раньше у меня было много зависимости. Как бывший врач-нарколог, я могу так сказать. Я работал с наркоманами, с алкоголиками. Хотя сам бывший алко-наркозависимый. Ну и все много пили и много пробовали наркотиков. И всички много пихми, употребляемыми наркотиками. Но когда Иисус пришел в мою жизнь, Он меня освободил. Я был самым эффективным наркологом в нашем городе. Я это несколько раз рассказывал. Целый наркологический стационар отправлял ко мне людей, которые были в тяжелой зависимости. И сотни людей получил освобождение. Благодаря нашему Господу Иисус Христос. Благодаря тому, что у меня хорошо получалось этих людей приводить к Иисусу. Которые освобождают и сегодня. Слава нашему Богу. Аминь. И вот здесь, знаете, у меня такое чувство, что Давид так хорошо знает Господа. И, вы знаете, он делится своим опытом. И он говорит, я всегда видел пред Собою Господа. Потому что Он вел меня за правую руку мою. Давид не просто шел за Иисусом. Иисус вел его за руку. Тысячи лет до того, как пришел. Давид уже знал его. Скажи на это Аллилуйя. Ну, разве это не чудо? Разве не чудо? Что Давид, который еще не был крещен. Что Давид какой-то не был крестин. Ну, не был он крещен Духом Святым. Вот святие Дух. А он был крещен Духом Святым. Слышно забил крестину крестину. По своей вере, по своему желанию. По своей, знаете, просто горячей вере, я бы так сказал. Предварил, можно так сказать. Еще раз прочту, потому что это стих сладкий. Всегда видел я пред Собою Господа, ибо Он одесну меня, не поколеблюсь. Вы знаете, у тебя сегодня нет никаких оправданий. К тому, что ты говоришь сегодня, а я не вижу Иисуса. А меня Он не ведет за правую руку. Я скажу тебе так. Но если Давида вел за руку. Когда Иисус еще даже не пришел на эту землю. Как ты думаешь, тебя Он может вести сегодня? Когда Он уже все сделал. Когда уже все свершилось, Он так сказал. И когда Иисус в прямом доступе, только позови, только назови Его имя. Потому что Он обещал, всякий, призвавший Его имя, спасется. Ты в это веришь? Веришь ли в то, что сегодня Иисус хочет, желает вести тебя за правую руку? Туда, куда Он хочет. Не ты, куда хочешь, а куда Иисус хочет. И давайте мы закончим. И неко приключим. Этот псалом. Девятый стих. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей ваде, и не дашь святому твоему увидеть ление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим блаженства, в деснице твоей вовек. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, кем был Иисус Христос для царя Давида? Знаете ли, какой был Иисус Христос за царь Давид? Это, кстати, из ранних посланий. Это поэтические послания царя Давида. Поэтические послания на царь Давид. Когда он еще даже не был царем. Только это то, что не был царь. А он был еще кем? Он был пастушком. И поэтому он описывает своего Господа, как своего личного пастуха. А себя он видит, как одну простую овечку. А себя он, да. Это очень похоже, правда? И царь Давид, он смиренно следует за Господом. Куда бы Господь его ни повел. И поэтому и жизнь у него была такая. Великая жизнь. Великая судьба. Великий царь. Один из самых величайших царей на земле. Благодаря тому, что уповал. Благодарение на то, что уповал. Уповал на Господа. Давайте мы пойдем дальше. Еще один духовный человек. Вот Иоанн Богослов. Кто для него был Христос? Вы знаете, все свои послания. Апостол Иоанн. Если говорить Евангелие от Иоанна. Первое послание от Иоанна. Второе послание от Иоанна. Третье послание от Иоанна. Книга Откровения Апокалипсис. Основная мысль Иоанна Богослова. О том, что Бог есть любовь. Одно из имен, которые имел этот апостол. Его называли апостол любви. Больше всего он писал. Именно он писал. Об ипостасе Бога. Бог есть любовь. Правда прекрасно? И вы знаете, когда. Мы можем это в книге Откровения прочитать. В первой главе. И можем в книге этого Откровения. И я это периодически открываю. Время на время Гутварем. С 9 стиха. Когда Иоанн был на острове Патмос. Когда Иоанн бил на остров Патмос. И слышал голос. И чул глаз. И когда повернулся. Мы помним это место, правда? И помним твое мясо. И он увидел Иисуса Христа во всей его славе. Ну может быть вот так. Иисус Христос так никогда не открывался Иоанну. Потому что Иоанн, он был просто ошеломлен. От вот этого величия. И он просто упал как мертвый к ногам Иисуса Христа. Иоанн. Любим ученик Иисус Христа. Любимый ученик Иисус Христа. Который всегда возлежал на груди Иисуса. Не узнал Иисуса. Не го и познал. Потому что он увидел прославленного Иисуса. Вы знаете, тело Иисуса Христа сегодня прославлено. Оно сегодня не болеет. Его сегодня нельзя поранить. Его сегодня нельзя победить. Невозможно. Его нельзя просто как-то вот так свалить. Просто от Него бежит вся вселенная. Настолько велико. Его величие. Бог всю свою славу отдал Ему. Господь давал целое славу на Него. Чтобы через Него, через Иисус Христа. Мы познавали Бога единого. И вы знаете, вот. Я приведу сегодня еще апостола Павла, конечно. И днешне расскажем малку из апостола Павел. Давайте откроем послание Галатам. Неку творим галатяне. Галатам, вторая глава. Вторая глава. Шестнадцатого стиха. Вот шестнадцатый стих. Послание Галатам, вторая глава, шестнадцатый стих. Шестнадцатого стиха. Вторая глава, шестнадцатый стих. Я прочту. Прочиту. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисус Христа, и мы уверовали во Христа Иисус, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками. Вы знаете, многие люди, веря в Иисус Христа, как бы веря, зная о Христе Иисусе, они остаются грешниками. И думают, что этот номер у них пройдет. Но вы знаете, написано так, что блудников, прелюбодеев и так далее. И такая нотатак. Учись в озере огненном. Если мы учат в огненном озере. Человек не сможет оправдаться. Человек не может, дастся, оправдая. Иисусом Христом. Через Иисус Христос. Если он остается во власти греха. А к уставу под власты на греха. Потому что так написано. За что тут такая письма. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу веру в Сына Божия, возубившего меня и предавшего себя за меня. Кем был Иисус Христос для апостола Павла? Кое бил Иисус Христос за апостол Павел? Еще одно место прочту. Още одно место прочитаю. Про апостола Павла. За апостол Павел. И это написано в самом радостном послании. Какое это самое радостное послание? Послание к филиппийцам. Филиппиане. Которое апостол Павел написал из тюрьмы. Какое-то апостол Павел пишет. Тамница. И вы знаете, с первого стиха. И вот первый стих. Вот апостол Павел обращается. Апостол Павел с его брыштаком тях. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе и писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезания мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный на восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея, тевереев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель Церкви Божьей, по правде законы, не порочный. Вот по Моисееву закону апостол Павел, бывший савл, фарисей из фарисеев, он был не порочен. Но что для меня было преимущество, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участь в состраданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, протираясь вперед, стремлюсь к цели, к почте высшего звания Божьего Христа Иисуса. Итак, кто из нас совершен, кто из нас духовен, можно также прочитать. Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Какой это образ? Мы имеем в себе образ Христов. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, желудок. Слава их в сраме, а не мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, и Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силу, которую Он действует и покоряет себе все. Аминь. Я специально прочел всю главу. А сначала прочел все это глава? Ну, потому что это очень важно. За что дату и много важно? Это очень важно. И вы знаете, кем был Иисус Христос для Апостола Павла? И знаете ли, какой был Иисус Христос за Апостол Павел? Я думаю, что ответ очевиден. Он стал для Апостола Павла абсолютно всем. За Апостола Павел и стал абсолютно всичку. И Спасителем. И Спасителем. И Целителем. Он стал Царем Царей. Богом Богов, Господом Господствующих, Владыкой. И ради Иисуса Христа апостол Павел от всего отказался. Вы знаете, я сегодня утром проснулся, и мы с Наташей поехали на море. И мы так подумаем, походим по морю, выглянем нашу собачку. И я получаю такое интересное откровение. Я размышляю, что иногда прорывается, и мне хочется немножко поворчать. По море? По-болгарски. И я думаю, вроде я не старый, что-то не нравится, что-то недоволен. Наташа мне сделала замечание, что ты все ворчишь. Я говорю, Наташа, тут же говорю. Я скажу вам, беднагана, Наталья. Ну, конечно, врачебные знания помогают. У нас все лекарские знаниями помогают. Я говорю, вот ты знаешь, вот как бывший врач-нарколог. Как ты бывший лекарь-нарколог. Вот у наркозависимого как ситуация развивается. Вот наркоман принимает наркотики. Наркоман приема наркотики. И его дозировка незаметно что? И дозировка этому постепенно увеличивала. Почему? За что? Потому что ему все мало. За что-то мою малку. Он принимает, например, героин. Он приема хирургин, например. В следующий раз он принимает ту же самую дозировку. Но организм уже ее не приемляет. Он уже не получает точно такого же кайфа. И он не удовлетворен. Он злой. Он раздражается. Он начинает нападать на людей. Ему нужна большая дозировка. И дозировка неизменно растет. И от чего наркоманы часто погибают? От передозировки. Я говорю так. Ты знаешь, вот по жизни я знаю, что мы люди живем. И все познается в сравнении. Мы проходим какие-то радостные моменты. Ну, куда-то в Турцию поехали. Или где-то хорошо отдохнули. Где-то нас хорошо обслужили. Ультра инклюзив. Все включено. И живешь в свое удовольствие. И живешь за удовольствие. А потом приезжаешь обратно к себе. И тебе автоматически начинает не нравиться тот сервис, который здесь. И автоматично започва да не ти харесва сервиса, какой-то тут. Потому что здесь нет все включено. Защото только не мало инклюзив. И знаете, так в жизни бывает. И так и в животных. Если человек что-то попробовал. Если человек упита нечто. Очень невероятного. Нечто невероятного. Очень красивого. Наслаждение. Наслаждение. Он потом чаще всего. Вслед това най-често. Чувствует неудовлетворение. Усещает неудовлетворение. Почему? Потому что, а где же вот это? Защото спит, а где это? Я же теперь этого постоянно ожидаю. Сега очаквам това. Хорошему-то быстро привыкаешь. Так или не так? И поэтому мы потихонечку начинаем с годами все больше и больше ворчать. Но Бог меня обличил. Я сегодня хочу открыть последнее место. Давайте мы все вместе откроем книгу Откровения. Книга Откровения. Вторая глава. Откровение вторая глава. С первого стиха. От первого стиха. Я так просто скажу о том, что... Чем я могу сегодня похвалиться? С какого могу вас увлечь? Потому что, ну, чем я могу вас увлечь? С какого могу завлекать? Могу вас увлечь только своим собственным примером. Могу саму покажу свой пример. Потому что жена моя свидетель. За что-то с женами свидетел. Ну, и мы... Эту неделю мы провели с семьей Шенюк. Из Днепропетровска. Прекрасные люди. Такие мы стали родными людьми. О том, что... Ну, просто как-то... Просто как-то еще больше породнились. Станах мы все много близки. Теперь постоянно пишем друг другу. Постоянно все пишем. Они уже вернулись в Днепр. И они молятся за нас. Мы молимся за них. И все молят за нас по книжатях. И я могу только сказать по своей жизни. О том, что... Когда я уверовал... В 91-м году... В 91-м году... Я тогда учился в медицинском университете. Работал в реанимации. В работах в реанимации. В онкологическом диспансере. Было очень много работы. Было много учебы. И еще параллельно... Я тогда еще работал тренером. Я был один из... Ну, был вторым тренером после Володи Носика. По рукопашному бою. И у меня была команда... На 28-м квартале это было. Примерно больше 120 человек. И в основном это были и... Милиционеры. С правоохранительных органов. Тут же с ними занимались у меня преступники. Потом они бились друг с другом. И мои ребята выступали на соревнованиях. И наступил такой момент... Когда мои ребята стали выигрывать... У группы старшего тренера. Он преподовал в Пришахтинске. В другом районе. И вот Господь меня призвал. Господь меня обличил. Что мое сердце находится в рабстве. Что я был погружен полностью в спорт. Мне это очень нравилось. И я так полюбил Иисус Христа. И толкова заубичах Иисус Христос. Что я принял решение оставить тренерскую деятельность. И нужно было прийти и поговорить со старшим тренером. И я пришел к нему. И сказал Володя. И ему казах Володя. Я уверовал в Господа Иисус Христа. И Господь мне сказал оставить тренерскую деятельность. Володя подумал, что я сошел с ума. Потому что у меня были большие перспективы. Група некому было вести. Няма же кой да водит тази группа. Он просто повертел пальцем у виска. Я же хотел тебя просто представлять к очередному поясу. Ты мог бы стать старшим тренером. Потому что я не вечно здесь. Ты просто сумасшедший. Но я принял решение и я ухожу. И я ушел. И с изаминах. В 95-м году. И я должен был закончить медицинский университет. Но мне тогда предложили стать пастором. Пастором церкви. И нужно было принять решение. Или отправляться на учебу. Полностью посвящить себя в служение. Или оставаться доктором. Но не стать пастором. И я принял решение. Я пошел в деканат. Сказал, я принял решение, что я ухожу из медицинского. Декан факультета. Лечебного факультета. Сказал, ты сошел с ума. Ты уже заканчиваешь медицинский институт. Ты знаешь, сколько студентов хотели бы быть на твоем месте? Сколько ты уже прошел? Самые трудные экзамены ты уже сдал. Ты что, с ума сошел? Давай мы сделаем так. Я отправлю тебя в академический отпуск. Ты там побудешь? Полгодика. Подумаешь. У нас тогда, по-моему, Анечка родилась только. Павел еще маленький был. И потом осенью 95-го года ты придешь. И скажешь мне окончательно. Если ты принял решение оставить институт. Я тебя исключу. А если нет, то доучишься. И я молился эти шесть месяцев. И Бог через кого-то проговорил. Не уходи, заканчивай. Закончивай медицинский университет. И потом еще я тебя благословлю через эту специальность. И я должен был закончить медицинский в 95-м. Закончил его в 96-м году. И был рукоположен на пастора. Потому что так получилось. Потому что старший пастор, наш пастор, он упал. И надо было стать на его место. И сегодня я не жалею. Но почему я сегодня об этом рассказываю? Потому что когда-то Бог проверял мою веру. Готов ли ты ради меня оставить все? Оставить свою работу. Оставить свою профессию. Оставить свое земное призвание. Оставить земное призвание. И пойти за мной. Взять свой крест. И следовать за Христом. И я сказал Богу да. И когда в 2008 году мы закончили Южно-корейскую духовную семинарию. У нас есть очень много прекрасных снимков. И мы прекрасные снимки. Когда нас с Наташей рукополагали как миссионеров. Когда у нас с Натальей не руководили за миссионерами. Нужно было сделать еще одно решение. Оставить все. Да и заставим всичку. То, что мы за все эти годы заработали, завоевали. У нас была одна квартира. Еще одна квартира, которая была переделана под кабинет. У нас была машина. И мы все это продали. И нам сказали, вы куда хотите. Я говорю, я получил откровение, что я хочу быть миссионером в Болгарии. Ну, Болгария так Болгария. Нас рукоположили и отправили. Это было в 2008 году. Жалею ли я сегодня о том, что я когда-то принял решение. Следовать за Христом. Я думаю, что ответ очевидный. Вы знаете, я хочу ответить на тот вопрос, почему мы иногда ворчим. Я сейчас в первую очередь про себя. Я думаю, что для меня это сегодня как сигнал к тому, что ворчание, это значит, что ты немножко отвлекся. Я прочту это место. Книга Откровения, вторая глава. Книга Откровения, вторая глава. С первого стиха. От первого стиха. И ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит, держащий семь звезд, десни со своей, ходящей посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить разратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжицы. Ты много переносил им меч терпения, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покайся. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухода слышишь, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Аминь. И вы знаете, в чем Иисус Христос обличает целую церковь? И в какого обличал Иисус Христос целую церковь? Эфесскую церковь. Эфесская церковь. О том, что они оставили... Не в каком-то злодеянии Бог их уличает. Он их обличает в том, что они оставили первую любовь. И все. Первую любовь оставили. Вы знаете, какой единственный грех? Вот почему душевные не спасутся? Он вот придет на небо, и скажет, я никого не убивал. Я никого не воровал. Я вообще, кажется, ничего плохого не сделал. Ну, я уж точно в рай. А какой ответ будет? А есть только один грех. Иисус Христос говорит, я пошлю Духу Утешителю. Который обличит весь мир. О грехе. Один грех только. Самый основной, базисный грех. Что не уверовали в Меня. Вы понимаете? Вот. Человек хороший. Добрый. Ничего плохого на земле не сделал. Но не верил в Иисус Христос. В Сына Божия. Который был отправлен на землю. Для того, чтобы была спасена вся Вселенная. От их грехов. И все. И хороший человек. Идет в ад. И ничего с этим не поделаешь. И я обязан об этом говорить. Потому что так написано. И вот это страшно. Страшно, когда человек и множество людей. Основная масса. Большинство. Просто этим пренебрегают. Ну, какой-то Иисус Христос. Который может был, а может быть его и не было. Легенда. И все. И вот здесь, вы знаете. И здесь тоже интересно. Целая церковь. Обличается в том, что она оставила. Первую любовь. И это вменяется ей как грех. Вы знаете, это и меня сегодня обличает. Потому что я посвятил свою жизнь Христу. Знаете, если бы мне 20 лет тому назад сказали. Что я буду жить в церкви. Я бы в это не поверил. Я даже об этом никогда не мечтал. Не мог представить. Но Бог сегодня это так сделал. Вот какими-то вот такими своими путями. Я не искал этого. Но, вы знаете, для меня. Если бы мне 20 лет тому назад сказали. Для меня это было бы дискомфортно. Ну, вот жить в церкви. Живее в церкви. Люди постоянно приходят. Постоянно там дергают что-то. Постоянно он нужен кому-то. Постоянно рычкат, требуем им за нечто. Как доктор, я и так знаю. Ну, меня и так целый день дергают, как врача. А тут я прихожу в церковь, и меня продолжают дергать. Ну, конечно, свои. Братья и сестры. Я, конечно, немножко шучу. Потому что церковь совершенно другое. Именно в этом мое свидетельство. Мне нравится жить в церкви. Я не ожидал. Не видела того мое око. Не было мое сердце приготовлено к тому, что Бог приготовил ко мне. Мы с Наташей здесь просто наслаждаемся. Вот у нас целую неделю жила семья Шинюк. Благословенные братья и сестры. И мы вместе просто кайфовали. Мы молились. Мы общались. Мы вкусно кушали. Потом поехали в самое красивое место в Болгарии. Мы повезли их на Калиакра. Купались там на болото. Вместе ловили рыбу. Это было невероятное приключение. Это было все вот в нашей церкви. И мне это приятно. Я благодарю Богу. Спасибо большое. И вы знаете, меня можно сегодня как-то вот так сказать, что я где-то, как Иисус Христос обещал, что Он дает нам все. Для благочестия и для наслаждения. Я понимаю глубоко, какое освобождение я могу получить, когда я возвращаюсь в первую любовь. Вы знаете, ученые очень давно уже открыли. У женщин очень много эстрогена должно выделяться. У мужчин андрогены, тестостероны. Вот, иногда у нас выделяется сиротонин. И тогда настроение повышается. А иногда у нас выделяется эндорфин. Он выделяется гипофизом. В минуты какого-то наслаждения. Но с годами эти гормоны, они потихонечку идут на спят. Сиротонин уже что-то никак-то не так. Эндорфин уже что-то не то. Тестостероны что-то уже что-то вялые какие-то стали. Феромон тоже как-то не выделяется. Уже не тот запах. Аромат я источаю. Не всем это нравится. И вы знаете, я для себя получаю такое хорошее откровение. Все исправляется, когда мы двигаемся в познание нашего Господа Иисуса Христа. Вот апостол Павел пишет так. Я каждый день обновляюсь в познании моего Господа Иисуса Христа. И если мой ветхий человек клеит, то новый внутренний мой, духовный человек, он со дня на день обновляется. Даже в старости мы будем сочны и плодовиты. Скажи на это аминь. Это правда или нет? Истина ли этого? Ну, я думаю, что вы сможете еще увидеть это. В смысле, еще увидите? На самом деле. Потому что очень много святых, за что-то много святей, которые даже умирают. Кои-то даже умирают. Ну, есть миллион уже свидетельств. Миллионы свидетелей. Даже там Печорская лавра, да? Знаменитая. Печорская лавра. Они умирают, и они даже не тлеют. И источают какой-то аромат. Вы знаете, потому что они умерли с Господом. Они умерли в Боге. Вы знаете, когда мы возвращаемся в первую любовь, это доказано. Наш гипофиз, он выделяет очень много эндорфина. Гормона счастья. И вы знаете, вот здесь, сколько бы ты туда не углублялся, сколько бы ты больше не познавал Господа, а предела не существует. Нет предела. Твое сердце может расширяться безмерно. И может стать как океан. В любви Божия во Христе Иисусе. Ничто не сможет нас отлучить от любви Божия во Христе Иисусе. Ни смерть, ни нагота, ни ангелы, ни силы не смогут меня отлучить от любви во Христе Иисусе. Аминь или не аминь. Вот он выход. Поэтому, когда начинаешь ворчать, остановись. Спри. Застегни. Вот так. Заключи. Немножко так постой. Постой си малко. Как Писание говорит. Остановитесь. Вописанието спрете. И познайте, что я Бог. Вспомни о Господе. И знаете, твое сердце будет меняться в этот же момент. Сразу улыбка появится. И вот это ворчание, да? И това марморение. Оно уйдет. Не допускай этого в своей жизни. Не го допускай в свой живот. В прошлый раз мы проходили о том, что самые страшные грехи, они выходят из наших уст. Не то скверняет, что входит в наши уста. А то скверняет нас, что выходит из наших уст. Сквернословие. Ложь. Негативные какие-то слова. Негативные исповедания. Пусть это прекратится в нашей жизни. Вы знаете, какой страшный грех ропот. Ропот по Библии ставят на один уровень. С убийством. Блудом. Прелюбодеянием. Ты просто пороптал. Выразил свое недовольствие. Может прийти какая-то страшная беда. Поэтому пусть это просто уйдет с нашей жизни. Просто одна радость. Потому что радость, она вот на расстоянии вытянутой руки. Просто поднял руку. Сказал Иисус. Приди. Я хочу познавать тебя. Я хочу, чтобы прямо сейчас пришла твоя радость. Которую ты обещал. Совершенная радость. Которую, как ты обещал, у меня никто никогда не сможет отнять. Поэтому написано. Всегда радуйтесь. За все благодарите. И непрестанно молитесь. Пусть Бог нас всех благословит. Давайте мы склонимся еще раз наше сердце. И помолимся нашему Господу. Дорогой Небесный Отец. Научи нас хранить наши сердца. Как и написано. Более всего хранимого. Храни сердце свое. Допази сердце. Из которого источники жизни. Из этого сердце исходит. И все негативное. И все хорошее. Но научи нас. Говорить всегда слова. Как слова Божьи. Как написано. Дай нам каждый раз осознавать. Божьи ли это слова. Дали тези думи са Божьи. Божьи ли это мысли. Которые сейчас пришли. Могу ли я это произнести. Если это слова Божьи. То я буду это говорить. Но если это слова не Божьи. И даже человеческие слова. То я постараюсь от них воздержаться. Устрани от меня всякое злое слово. Дай мне наоборот слово знания. Дай мне слово то на знание. Слово мудрости. Слово то на мудрост. Дар истолкование на их языков. Дар на истолкование на други языки. Дар пророчество. Дар ба на пророчество. Дай мне практиковаться в хорошем. Могни не да практикувам доброто. По плодам. По плодовете. Узнают нас. Ще не разпознаят. Дай мне свое время принести хороший добрый плод. Дай мне в свое время донеса хубав плод. Плод праведности. Плод на праведността. И плод твоей святости. Плод на твоя святость. Спасибо тебе, дорогой Бог. Благодаря тебе, скопий Господь. За твое прекрасное слово. За твое прекрасное слово. Которое мы можем читать. Което можем да читаем. Проникаться им. Да си прониквами. И вера от слышания. И вера идва от чувания. От слышания от Слова Божьего. Утверди нашу веру. Пусть это слово осядет глубоко в наши сердца. И в свое время принесет плоды. Мы молились тебе с благодарностью. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И народ Божий да скажет. Аминь. Будьте благословены. Слава Богу.